Недавно на Аризоне пофиксили донатные нефтевышки. Игроки и владельцы этих бизнесов начали массово возмущаться, так как прибыль стала в 2, а то и в 3 раза меньше. Сейчас как владелец одной из вышек, я выскажу вам, что я думаю на этот счёт. Давайте наберём за мои старания 700 лайков на этом видео, ну и конечно досмотрите его до конца, чтобы узнать умрут ли окончательно нефтевышки. Также советую тебе оформить подписку на канал, чтобы не пропустить ничего важного. Вы сейчас можете наблюдать мою нефтевышку под номером 333 и покупал я её за 95 тысяч азекоинов. Как вы уже стало быть многие слышали, то нефтевышки очень жёстко урезали. То есть если раньше за одну бочку вы получали при сдаче 3 азекоина, сейчас же вы получаете 1 азекоин. То есть всё резали в 2 раза. Стоп, подождите, написано стоимость за 1000 литров, это 1 бочка. Походу обратно бочку сделали с 500 до 1000. Ну короче, вы покупаете бочку за 12 азекоинов вот здесь вот. Едете на базу и сдаёте их за 13 азекоинов. Из каждой бочки вы получаете по 1 азекоину. То есть сколько там вмещается в DFT-30 бочек, я не знаю. Кстати, про DFT-30, она очень сильно упала в цене. Раньше они стоили по 150 миллионов. Короче, не знаю, почему решили так сделать с вышками. Я, если честно, огорчён. Да и думаю, все игроки, которые на них стабильно работали, тоже очень сильно огорчены. Потому что сейчас потихонечку уже поднимается бунт. Там в пабликах ВКонтакте, в игре самой. А самое обидное, это владельцам таких бизнесов, которые вкладывали сюда очень много азекоинов, очень много вертов и даже свои реальные деньги. Сейчас я покажу финку своей нефтевышки, и вы всё поймёте. Понедельник 1700, вторник 1000. Вы скажете, чё ты возмущаешься, нормальная финка, ни хрена себе. А то, что я сюда уже поместил 23 из 30 уровней улучшения добычи нефти, каждое такое улучшение стоит 9 тысяч доната. 23 умножаем на 9, это получается 207 тысяч азекоинов. Я сюда вбухал. Плюс у меня тут ещё есть 20 из 30 уровней улучшения хранилища нефти. Каждое такое улучшение стоит по 50 миллионов, но ещё и миллиард я сюда влил. То есть у меня такая прибыль была, когда улучшение было где-то, ну, уровней 5-6, возможно. Врать не буду, точно не помню, но примерно так. Короче, эта нефтевышка мне обошлась, грубо говоря, в 300 с лишним тысяч доната. Я спросил вебчат, чтобы убедиться в этом. Давайте посмотрим. Одну передаваемую аз, говорит, дают. Эрнеста, один аз, бочка. Ну да, мои слова подтвердились, бочку тоже сделали обратно 1000 литров. Если честно, пару дней назад, когда я увидел с утра запас нефти 24 тысячи из 44, когда тут отроду больше 2000 не накапливалось, я просто был в шоке. Кстати, если ты хочешь при старте игры получить более 1 миллиона, то при регистрации укажи мой ник и на пятом уровне в МН активируй промокод решёткой Эрнеста Шоу. Всё это ты найдёшь в описании. Давайте посмотрим, чё на других нефтевышках у нас происходит. Вот, допустим, нефтевышечка под номером 332. Запас бочек примерно такой же, только она потратила на эту нефтевышку где-то 380 тысяч доната, потому что у неё 30 из 30 уровня улучшения добычи нефти. Финка у неё вчера была 2,160. То есть до урезания, скорее всего, у неё финка была за 3 тысячи, может быть даже больше. К сожалению, свою финку прошлую с такими улучшениями я показать не смогу, потому что я просто не думал, что такое произойдёт и как-то даже не скринил. Так что можно в комментариях под этим видео попробовать донести своё недовольство до руководства Аризоны. Хэштег пофигсти вышки. Устроим небольшой бунт, так сказать, блядь. Я хочу найти стоковую вышку. Вот, допустим, здесь 17 из 30. Кпу 335. С финка здесь бывает 970 и 770. Ну, у меня такая финка была, когда, я же говорю, улучшение было где-то на второй уровень вкачано. Вот нефтевышка, которую держит админ. Так, ну это вышка, скорее всего, на аукцион идёт. Ещё одна нефтевышка, кстати, у игрока, походу, их две. Как раз-таки у этой вышки 0 из 30. Финка здесь по 460 и за сегодня 220. То есть было намного лучше. Получается, нас по конкретике заскамели. Ну вот нефтевышка с пятым уровнем улучшений. 870 за вчера, за сегодня вообще 0. И запас нефти просто фуловый, смотрите, почти 21 тысяча из 26. Люто. Вот, нефтевышка Андрея Небраско. Сколько он получает на первом уровне улучшений? 500 АЗ-шек и 300 АЗ-шек за сегодня. Лютый мажор, конечно. За счёт чего вообще финка упала в этих бизнесов? Потому что сами нефтевышки никак не урезали. Урезали именно оплату работягам. Ну, соответственно, из-за этого на нефтевышках народу стало работать меньше. И финка тоже по логической цепочке стало меньше. И я уверен, что она упала ещё не сильно. Люди просто-напросто ещё не успели вкурить. И позже в этих нефтевышках доход станет ещё меньше. Поэтому, как по мне, нужно исправлять данную ситуацию, пока не стало слишком поздно. Как для владельцев бизнесов, так и для самих игроков, которые работают. Раньше вышки всегда были пустыми, и там за эти бочки дрались. Но сейчас же всё кардинально изменилось, и вышки стоят фуловые, заполненные нефтью. Также, что касается стоимости самих этих бизнесов, так они тоже упали в цене. Раньше полностью вкачанные вышки продавали по 10 миллиардов, лично у нас на сервере. Сейчас же вышки все начали сливать, видно из-за этого, либо просто. Но, короче, последняя вышка ушла за 6 лярдов. Вот та самая нефтебаза. 920 за... Ехуя себе ты! Ну, короче, вот с моей фомы тут человек возит. Было 8 миллионов заработок, а сейчас на 3 кака меньше. Но теперь 2 падает на донат. Получается за одну почку 15 азакоинов получаешь. Вот, один идёт в инвентарь и 2 на донат счёт. Тратят 12. А, ну в принципе, как я и говорил, да, это касается инвентаря. То есть в инвентарь капало 3 азакоина, а сейчас капает 1. Вот вам живой пример, человек дал живой комментарий. При том, что сейчас онлайн тысячу на сервере, здесь катается пару человек. Ещё стоит отметить, что эта работа вроде как с 19 уровня. В общем, жду от вас обратную связь в комментариях. Давайте заплудим, чтобы разработчики исправили. Если ты, братик, остался доволен просмотром, то не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Также тыкай по ролику, который сейчас появился на экране.